В городе можно влюбиться всего за один день. Не верите? Напрасно! Я предложу уникальный маршрут, который вы легко сможете повторить и убедиться лично. На путешествии не обязательно тратить много времени и денег. Сегодня мне предстоит освоить Волжскую польку. Сразу такое настроение, что хочется в пляс. Протестировать хлеб на упругость. И прокачать свой вестибулярный аппарат. Оно шатается! Я приехала в удивительный город. Он герой песен, фильмов и книг. О нем писал Марко Поло. Эти земли захватывал сам Тамерлан. Именно сюда Грибоедов отправлял свою героиню. В деревню, к тетке, в глушь. Продолжите? Всем привет! Меня зовут Диана Белалова. И я в Саратове. На исследование этого города у меня будет только один день. Поехали! Современный Саратов вряд ли можно было бы назвать глушью. Сейчас это столица Поволчьи. Крупнейший мегаполис. Но я знаю, что размеры далеко не главное его достижение. Поэтому скорее иду навстречу Саратову, чтобы успеть вдохнуть каждую капельку местного воздуха. Я дома. Вот таким приветствием встречает меня Саратов. И начать свой один день в городе я решила сразу с двух его символов. Первый – это Саратовский мост или, как иногда его называют, Горбатый мост. И это, ребята, настоящая кинозвезда. Он к себе в партнеры заполучил самих Табакова и Гурчинга. Ну и второй символ – это, конечно же, Великая река Волга. Мать-кормилица всего региона и самая длинная река в Европе. Я, честно говоря, на нее уже насмотрелась, воздухом ее надышалась. Хочу теперь попробовать Волгу на вкус в буквальном смысле. Для этого надо немного пройтись по местным улочкам, так называемым взвозам. Раньше все грузы из казахских степей, с востока не вывозили, а ввозили в город. Саратов был этаким поволжским хабом. Это пирожное Волга. И это самый настоящий вкус Саратова. Любой саратовец узнает его из тысячи. И как вы думаете, как этот десерт появился? Вот кто его придумал? Кондитер? Нет! Нет! Грузчик Александр Прачкин. Он работал обычным грузчиком в ресторане «Москва». Решил поэкспериментировать. Взял тонкий слой бисквита, толстый слой суфле и полил это все шоколадом. Так Саратов обрел свой сладкий бренд, за которым теперь охотятся все туристы. Ну и я не хуже. И пирожное мне нравится, хотя я обычно не любитель таких десертов. Такое нежное-нежное суфле. Непритерное, сладкое, даже немножечко с кислинкой. Углеводами зарядилась и бегу дальше, чтобы все успеть. Ведь Саратов правда огромный. Здесь живет больше людей, чем на целом Кипре. А сам город больше, чем Гренада и Мальта. Но вплоть до 18 века Левобережье практически пустовало и нередко становилось мишенью для кочевнических набегов. Екатерину Вторую это никак не устраивало. Тогда императрица и издала манифест о заселении этих земель иностранцами. Живите, кто хотите. Сюда ринулись выходцы из Германии, Голландии и Польши. И первым делом открыли производство. Да такое, о котором Российская империя могла только мечтать. Начали с главного, с головы. То есть с хлеба. Отныне лучшая мука шмиттовская. А этот средневековый романтичный замок ничто иное, как старинная мельница мукомольных королей. Мельница шмиттов. Братья шмитты воздвигли в Саратове первую механизированную паровую мельницу в России. Создали тысячи рабочих мест. Прославили город. Буквально за век Саратов поднялся до небес. Прямо как тесто на дрожжах. Кстати, о тесте. Пришла на запах. Ну, это же самоваром своим нельзя. С калачом же можно? Конечно. Это наш символ. Это бренд нашего города. Почему именно саратский калач? Да потому что именно в Саратове самые качественные пшеницы. У нас зона рискованного земледелия. Определённое количество солнца. Определённое количество влаги. Определённый тип почвы. И делает вот такой вкусный калач. А как можно проверить качество его? Вот чем ценятся саратовские пшеницы? Именно качеством. Что он будет долго храниться. Он долго будет оставлять свои вкусовые качества. Вот вы можете сейчас рукой надавить на него. И он восстановит свою форму. Это говорит о том, что... Прямо вот так сверху. Да, он выпечен. Ручником или прям рукой? Можете рукой из сортов. Осторожно, осторожно. Саратовские пшеницы, они восстанавливают форму. Хороший клейковинный состав. Тем мы и ценимся. Так аппетитно. Можно я? Можете. А вы разделите со мной? Конечно. Такой-то даже как будто солёненький, да? Солёненький это потому, что вот немножечко тоже с помадкой там смажу. Заберу калач с собой. В путешествии пригодится. Точно знаю. Я же в этом тертый калач. А фраза-то пошла именно отсюда. Раньше тесто месили вручную. Буквально терли об стол много часов подряд. Потрёшь пару калачей и уже опытный. Так-то. Хлеб и русскому языку голова. Саратовских мукомолов любили не только за вкусный хлеб, а ещё и потому, что они много вкладывали в развитие культуры и благотворительности. После войны 1812 года сюда ссылают пленных французов. Они начинают учить местных дворянских детей языку и открывают мебельные и обувные стартапы. И всё это рождает вполне себе европейский лайв. И несмотря на то, что город находится посреди степи и в удалении от столицы. Так, я в Лувре? Нет, в Прадо. Нет, в галерее Уфица. На самом деле я в самом сердце Саратова, в музее имени Радищева. И кажется, здесь шедевры не хуже, чем в Париже или Риме. По-моему, без гида мне не обойтись. Оказывается, здесь, в тысячах километрах от Европы, нашли приют художники-ренессансы. Всё благодаря Алексею Боголюбову, основателю музея. Между прочим, первого публичного провинциального музея России. Картина, которую обязательно нужно увидеть, картина Джорджа Вазари «Триумф Вакха». Джорджа Вазари – это действительно титан Возрождения. Один из самых замечательных, знаменитых художников, который построил, основал Флорентийскую академию художеств и построил здание Уфицы. Есть три причины, по которым обязательно нужно приехать её посмотреть. Первая. В Лувре и в Уфице хранятся только её эскизы, подготовительные рисунки. Да. А у нас оригинал. И удивительно, как же она к нам попала? Вот тоже совершенно уникальная история, потому что Алексей Петрович Боголюбов, художник, профессионал, был дружен с Александром Третьим. И он попросил его разрешить отобрать картины с фондов Эрмитажа, где в основном хранились копии. И оказалось, что почти все это копии... Ну, вопрос, кто эту работу записал в копии, это вопрос. Потому что написана она вообще была для герцогов Медичи, а на Западе она считается пропавшей. Понимаете, считалась. И вот как раз вторая причина, по которой я хочу вам её показать. Эта работа никогда не покидала и не покинет стены музея. Она написана на дереве, очень большого формата, и её нельзя вывозить. Увидеть её можно только здесь. Повезло, так повезло. И третья причина, что это вообще одна из самых эффектных работ в Азаре. Во всяком случае, в российских собраниях самая эффектная. И в Гемеи, и в Эрмитаже работа небольшого формата, совершенно на такого уровня. Спешу, но не могу уйти. Пожалуй, есть у меня время ещё на одну жемчужину. Так, Диана, а сейчас я вам покажу любимого художника Ван Гога. Я заинтригована. Так, и кто же это был? Так, автор этой картины. Адольф Монтичелли. Ван Гог очень его любил, вдохновлялся его творчеством и даже забирал его работы. Да, представляете? И совершенно уникальная работа, потому что этот художник был ещё предтечей импрессионизма. Она написана, по сути дела, одной белой краской, широкой щетиной кистью на доске красного дерева. То есть это ещё и редкая достаточно техника. Да, это очень редкая техника. И повторить эту технику никто из художников не смог, потому что всего одна краска. И Боголюбов был единственным, первым, единственным, кто привёз работы Монтичелли в Россию. Всего в Радищевском музее более 30 тысяч полотен. И русские шедевры имеются. Репин, Левитан, Брюлов. Но я перед ними расшаркаюсь в другой раз. Ведь у меня только один день в городе. Продолжай исследовать саратовский ДНК. В любом городе рынок – это очередной ключик к его пониманию. А в Саратове он занимает аж целый квартал. Я в Париже. Именно так называют местные жители этот крытый рынок. Ему уже больше ста лет. И здесь ты буквально ступаешь по золоту. Потому что во время кладки фундамента сюда положили ещё и настоящие сокровища. И это документально подтверждённый факт. На охоту за ними я и отправляюсь. Ну, не зря ж меня Дианой назвали. На мой взгляд, настоящее саратовское сокровище. Это, конечно же, волжская рыба. И я непременно заберу её с собой, как сувенир. Вот только узнаю, какая тут самая ценная. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. А вы мне не подскажете, какая рыбка всё-таки самая вкусная? Какую местные предпочитают и почему? Самую жирную считается чихон. Как называется? Чихон. Чихон. С икрой идёт жирная, хорошая. Вот эта вот. Синец более жирная. Синец. Синец. Хороший, шикарный, пожалуйста. О, таранку, да. Я помню, с детства. А может быть, вообще коктейль соберём? Можно разобрать. Можно, да? Такую, такую, такую. Точно. Сделаем ассорти рыбное. Увезла бы и свежий, но пока я только в середине своего пути. Спасибо. Ваша покупка. Приятно отчитываю. Ухожу с уловом. Кто только не хотел владеть этими улочками. В Саратове в те далёкие годы он звался Укек. Даже властвовали ханы. А сейчас властвуют, я смотрю, молодёжь. А как иначе? Проспект Кирова. Это же местный Арбат. Да. Огней так много золотых. Точно на улицах Саратова. Парней так много холостых. А я люблю женатого. Стоп. Это получается именно тот парень, который вот женатый. У него вот эти шуры-муры, что ли, на стороне? Нет, он мне не подходит. Пойду дальше. Да, оказывается, Саратов столица ещё и музыкальная. Про саратовскую гармонию, конечно же, слышала. Но сама никогда не видела. Решила проникнуться звуками города. И позвала себе на помощь специалиста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот она, та самая знаменитая саратовская гармонь и один из брендов Саратова. Верно же? Верно. Интернет-голосование показало, что главным брендом стала именно саратская гармоника, которая опередила по числу голосований не только калач саратовский, но и самого Юрия Алексеевича Гагарина. Серьёзный конкурент. Да. А чем она уникальна? Уникальна, конечно, размерами, звучанием своим, резьбой. У каждого мастера была своя резьба. И, конечно, колокольчики. А, сразу так? Да, сразу. Настроение настроено. Да, мажорный инструмент. А братья Карелины в 1879 году открыли первую артель. Так что мы уже отметили 150-летие саратской гармоники. Хочется уже послушать, как же гармонь ваша звучит. Я ни разу вживую именно саратовскую гармонию ещё не слышала. Ну, давайте попробуем сыграть. Давайте. Ворскую полечку. Сразу такое настроение, что хочется в пляс. Петь и плясать здесь можно до ночи. Но впереди у меня куча планов и ещё не открытых саратовских чудес. А-а-а, меня шатает! О, боже мой, меня ворочает! Посмотри, пожалуйста, на меня. Да, сейчас. Боже мой! Вот верхнюю руку можно пониже перехватить. Боже мой, как страшно. Начинай грезти, опускай весло. Греби и улыбайся. Я решила, что Волга – это идеальное место, чтобы покорить водную стихию. Тем более, что сабборды очень популярны у местных. Саратовцы арендуют сабборды чуть ли не как транспортное средство. И проходят на них десятки километров. Но такой транспорт не для моего вестибулярного аппарата. Боже мой, как страшно. Как тут подняться? Хочется что-то держаться. Я рядом, поднимаемся. Выдыхай. Упрямляйся. Ужас, у меня трясутся ноги. Все хорошо. Вода теплая. Все хорошо, все хорошо. Оно шатается. Это хорошо. Сейчас ты лучше почувствуешь госпу. Мамочка, мамочка, ужас. Может, для местных, конечно, это и обыденность. Но для меня – самое настоящее приключение. Но это ерунда по сравнению с тем, навстречу каким приключениям я плыву. Скорей бы на землю. Вступить на родную землю в путешествие хочет любой человек. Та самая трава у дома, нашего общего дома, о которой мечтали космонавты. Именно сюда приземлился Юрий Гагарин после своего полета в космос. Каково это? Вернуться на родную планету я, скорее всего, никогда не узнаю. Но приблизиться к чуду смогу. Ведь мой сегодняшний экскурсовод – настоящий свидетель тех событий. 12 апреля 61-го года я училась в пятом классе. С утра мы пришли в школу, как обычно. И вот нам учителя на политинформации сообщили, что в космос полетел советский человек Юрий Гагарин. Выскочили все на улицу, кричали «Гагарин! Гагарин!». А тут еще прибежали мальчишки наши, они говорят «Там капсула, там Гагарин приземлился». Мы говорят «Как? У нас?». И тут все начали «Гагарин! Гагарин! Гагарин!». И мы все, вот представляете, вот оттуда, вот сколько километров до Узморья, мы оттуда все бегом, пятиклассники и старшие. Бежали все на пироганке, какая там математика, да? Как там все, бежали, прибежали. И вот лежит капсула. Горячая, обугленная. А Юрия Алексеевича Гагарина отнесло чуть подальше сюда. Он, когда летел, он, конечно, узнал свои родные места, потому что он здесь учился в училище. Это удивительная история. Как вот со всей земли вот можно было попасть туда? Да, да. Рассказывали они, в каких эмоциях он вернулся? То есть, не знаю, были ли или слезы радости, или просто сосредоточен как профессионал? Нет, нет, он был рад. Смотрите, он с ними разговаривал. Что вы делаете, пашем он, пашите, это хорошо, понимаете? Он сразу окунулся, окунулся в земное что-то. Вот, дома все. Именно в Саратовском техникуме учился Гагарин. Именно здесь он ходил в аэроклуб, чтобы потом вступить из космоса именно сюда, на берега Волги. Вот так в одну секунду обычное картофельное поле стало мировой достопримечательностью. Здесь кажется, что ты и сам как минимум слетал в космос. Не запечатлеть этот момент не могу. Гагарина после приземления наверняка повезли скорее кормить. Вот я тоже проголодалась, иду трапезничать. Не единым калачом, как говорится. Казалось бы, на столе у меня должна быть рыба, все-таки Волга. Но нет, свинина, картофель и капуста. Три столпа немецкой кухни, которая здесь до сих пор очень популярна, потому что потомки тех самых немцев все еще в Саратове. И их традиции просочились в том числе и на столы саратовцев. Блюдо номер один – картофельный салат с горчицей. Ну, салат и салат. Блюдо номер два – гороховый суп со свиными ребрышками. Ой, суп отличный. Мне очень напоминает суп моей бабушки. Она мне тоже такой всегда в детстве готовила. И король немецкого стола – маринованная свинина с капустой, но не с простой. Сам рецепт несколько отличается от нашего. Ее сначала квасят, а потом жарят. Ну, сейчас проверим, чья вкуснее. Вкус очень насыщенный и богатый. Там сразу и сладкий, и соленый, и кислый, и где-то даже терпкий. Но мне все-таки по душе наша. День подходит к концу. Но под стать мегаполисом Саратов к вечеру только начинает жить. Вариантов на выход в свет – тьма. Но сегодня город приготовил мне нечто особенное. Я уже узнала Саратов как город музыкальный, космический и хлебный. Пора раскрыть еще одну грань этого волжского бриллианта. Больше 30 лет в Саратове проводится Собиновский фестиваль – международный. Великий русский тенор Леонид Собинов в начале прошлого века приезжал на гастроли в Саратов. И теперь каждый год здесь можно услышать не только оперу, но и джаз, и рок. Сегодня дают балет. Но у меня еще есть до него пара минут. Я в святая святых театра, в гримерке балерин. И сегодня мне даст мастер-класс сама прима-балерина Саратовского театра, которая блистала и на сцене Большого, и на многих европейских площадках. Кристина, здравствуйте. Татьяна, здравствуйте. Вы научите меня делать каким-то эффектным па? Конечно. Скоро Кристина прямо на этой сцене будет танцевать Золушку. А пока посмотрим, что выйдет из меня. Ну что, Диан, шаг номер один – меряем пуанты. Я реально себя чувствую. Знаете, вот этой вот страшной толстой сестрой Золушки, которая пытается наденуть ее в хрустальную тюрьму. Мама, неси вазелин. Мы надели. И все, потеряно у нас вообще-то. Пуанты мы надели. Теперь надо на них встать. Да? О. О май гад. О боже. Сначала так, можно на пяточки. Можно на одну ножку. О боже. Это адская боль. Вот адская боль. Как вы это делаете? Танцевать я не смогу. Но хоть балетную азбуку начну учить. Пятая позиция. Одна нога начинает стоять так. Вторая подставляется к носочку. И вот так подворачивается к пятке. Смешно. Это пятая. Но можно пока в плее вот так, вот так, в плее сесть. Вот. И давайте закручивать. Шоу, корова на льду, она начала ломать. Вот. Правая нога, правая рука. Раз. Два. И такая ножка. И такая ножка. Получилось? Ну, почти. Знаете, Кристин, вы вот я сделала такой. Балерина из меня не очень, зато очень хороший, благодарный зритель. Поэтому я отправлю в зал, а вам пожелаю удачи на спектакле. Спасибо. Буду вас ждать. Спасибо. Спасибо. Как там? Плее, плее. Слось. От концентрации саратовских талантов кружится голова. Артисты и мукомолы, музыканты и инженеры, великие, напитывались этим воздухом, творили на здешних берегах и прославляли по Волжье. Может, и мне здесь удалось зарядиться на успех. Мой один день в Саратове подошел к концу. Пора прощаться с этим поистине многогранным городом, который и во мне открыл новые таланты. На его европейских улочках и сейчас услышишь звуки гармонии и почувствуешь аромат русского хлеба. Саратов сдержал слово. Я и правда здесь себя чувствовала, как дома. С вами была я, Диана Джалалова. До встречи уже в следующем городе. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!